7 ноября день Октябрьской революции. Праздничный день в Беларуси. Можно по-разному относиться к событиям, которые произошли 99 лет назад, но все это часть нашего прошлого, от которого не уйти и который не изменить. В деревне Лысковщина Круглянского района, где теперь туристический комплекс Николаевские пруды, создает музей СССР. Никакой идеологии, утверждают инициаторы, несмотря на бюстик Маркса и полное собрание сочинений Ленина. Экспозиция посвящена советскому быту. Кто бы знал, что история способна на такую эклектику. Эпохи смешались. В современном эко-туркомплексе рядом с музеем и могилой русского художника 19 века Николая Неврева и часовни находится памятник Владимиру Ленину и музей СССР. Когда-то памятник украшал центр Круглого, но после современной реконструкции место ему нашли в Лысковщине. Так у хозяев комплекса Круглянской ПМК и родилась идея создания музея СССР. Для многих это не столько политический такой музей, скажем так, атрибутики. Это музей молодости. Это всегда, особенно когда люди смотрят такие бытовые вещи, которые вспоминают, какие были у них в детстве, как это все было весело, беззаботно. И вот это вот главная функция вот этого музея – это нести позитив людям, хорошее воспоминание их, так скажем, пробуждать. Ну и, соответственно, новому поколению смотреть, что Советский Союз – это были свои плюсы, были свои минусы. Экспозиция сделана, как кадр киноленты о большой стране, которая была родиной многих из нас. Дефициты очереди помнят те, кто в них стоял – с авоськами и вот такими молочными бутылками, которые теперь стали музейными экспонатами. В музее полно всякой бытовой всячины – от телевизоров до черпака. А вот и предмет роскоши. Первый советский видеомагнитофон «Электроника» стоил, как треть хорошего автомобиля. Старые фотоаппараты. Знают ли сегодняшние тинейджеры, сколько усилий стоило пару десятков лет назад селфи с проявителями и закрепителями? И катушечные магнитофоны – это наша юность. А вот этот вот, вот этот магнитофон я помню очень хорошо. Мне когда папа, помню, купил, привез, подарил тоже на день рождения, и у меня в одной руке была сумка школьная, а в другой руке магнитофон. Это было очень модно, потому что дизайн у него был уже, ну, совсем японский. Да. Вот эта детская коляска, вот перед вами, это 57-й год. Эта коляска, которая до сих пор сохранилась у меня, у моей матери на чердаке, я в этой колясочке отдавался. Сейчас открывается новая вторая очередь музея. Здесь будет секция школьной жизни, ну и денег, куда ж без них. Правда, в этот музей экспонаты обычно приносят бесплатно. Они из той серии, когда и выбросить жалко, и хранить негде. С каждым годом эти экспонаты, это уже свои такую изюминку несет, может сказать, что необычностью, примитивностью с точки зрения уже современных людей и поколений, но это наша история. Спасибо.